Мы сейчас с вами идём в клиническую лабораторию, начиная с неё. Лаборатория, на самом деле, для нас это крайне важна не только в плане подготовки к лечению. Вот, например, один из приборов, который мы перед собой видим, это прибор, который позволяет определять практически все онкологические маркёры. Не все они являются очень специфическими. Их много, да. Вот этот прибор даёт возможность определить около 250 онкологических маркёров. Онкологические заболевания начали описывать ещё на папирусах 3,5 тысячи лет назад. Врачи древнего Рима знали, что на ранних стадиях это заболевание можно успешно лечить хирургически. Гиппократ назвал опухоль карциномой, потому что внешне она напоминала ему рака, цепляющегося клешнями за здоровые ткани. Видно, опухоль содержит мышкой, вот, видите, чёрненько такой, это пигмент, меланин. Это опухоли в клетке, всё, и вот с чёрными, с чёрными такими гранулами, вот, тёмные. Видите, вот, розовое цитоплазма, синевое ядро, и вот это чёрненько, это в цитоплазме клеток содержится меланин. А это розинка там какая-то? Это очень злая, это очень агрессивная опухоль кожи, да, да, как раз вот эти розинки злые, о которых постоянно мы начинаем вспоминать весной, накануне летнего сезона. Особенность злокачественной опухоли, она развивается и растёт намного быстрее, чем любая здоровая ткань. Она не подконтрольна этим законам, и она не подконтрольна тем принципам, которые существуют в организме, когда каждая клетка проживает свою жизнь. Одна короткая жизнь, несколько дней, одна более длинную жизнь, в несколько недель, третья более длительную жизнь, но все подвергаются одному закону, закону рождения и запрограммированной смерти. Идёт обновление клеток. Вот опухолевая клетка, как сумасшедшая, она этим законам не подчиняется. Она, как сумасшедшая, начинает делиться, останавливаясь, ну, грубо говоря, в младенческом возрасте. И чем меньше в опухолевой массе, меньше зрелых клеток, до которых доживает опухолевая клетка, тем более зла она, тем более агрессивная, тем более сложна в лечении, и тем меньше она поддаётся нашим правилам и законам, тем более агрессивная. Так вот, в результате вот этого сумасшедшего деления, она требует всё больше и больше энергии, энергии приносятся с помощью кровотока лимфатического и так далее, разрушаются стенки сосудов, она прорастает, отрывается эта клетка и пускается в общий кровоток. И где она застрянет, одному Господу известно. Она может, в первую очередь, мишенью являются органы с хорошо выраженным кровоснабжением. Это печень, это лёгкие. Почему чаще всего метастазирование происходит именно там? Головной мозг, вот и всё. Вопрос только в том, где их мы можем определить, где они осядут. Например, мы можем определить какими-то техническими средствами. Например, компьютерная томография в лёгких, в головном мозге, когда они уже выросли в нечто такое, видимое, потому что разрешающая способность у каждого оборудования, она разная. Что-то мы можем увидеть с помощью ультразвука, а большинство мы просто не можем видеть и можем только предполагать. Поэтому мы говорим об этой болезни как о длительно протекающей, болезни хронической и требующей длительного наблюдения. Собственно, поэтому онкобольные наблюдаются в диспансерах. Здесь систематически и тщательно исследуются состояние их здоровья. План профилактики лечения в каждом случае утверждает медицинский совет. Это мультидисциплинарная проблема. Здесь и в вопросах диагностики разные специалисты, и иммунологи, и эндокринологи, и врачи лабораторной диагностики, и врачи ультразвуковые диагностики, лучевые диагностики, эндоскописты. Здесь задействовано множество специалистов именно в онкологии. Это касается всех пациентов, которые начинают лечение, независимо от, казалось бы, простого вида. Но, тем не менее, он должен пройти через этот консилиум, потому что, видимое глазом одному врачу, в коллегиальном обсуждении, например, некоторые подводные камни или проблемы, или возможные проблемы становятся видны специалистам другого направления. И они могут дать очень полезные дельные советы и внести коррективы именно в общий план лечения. И когда у нас человек неоднократно госпитализируется или происходит смена плана лечения, допустим, закончил лучевую терапию, переходим на химиотерапию или хирургию, или на каком этапе она включается, в обязательном порядке мы подключаем именно вот такое коллегиальное обсуждение в виде вот этого, ну, можно называть как угодно, медицинский совет, можно называть врачебный консилиум, но подключаются обязательно специалисты разных направлений. Исход борьбы с раком зависит от многих факторов. Самые важные – стадия заболевания и его вид. Одна опухоль может расти неспешно, другая – стремительно. Одна с началом лечения готова капитулировать, а другая становится агрессивной. Рак – многолик. До начала схватки диагносты проводят масштабную разведку позиций противника на предмет его уязвимости. Это большая аналитическая работа. Так же, как среди людей, среди опухолей, близнецов не бывает, похожих абсолютно друг на друга. Их можно разбить на определенные группы. Злокачественные образования молочной железы существуют подгруппы, которые принципиально внутри друг от друга отличаются. Хотя это да, это злокачественная опухоль молочной железы. Но она, там их можно несколько выделить, я не буду вдаваться в детали, но они принципиально по-разному лечатся. Это раз. Они имеют принципиально разный прогноз, они имеют принципиально разную абсолютную биологию. То есть, одна более агрессивна, другая менее. От одной можно ждать неприятностей в ближайшее время, от другой будет благополучно нелеченная протекать годами и десятилетиями. Такие случаи тоже есть. И это не говорит о том, что происходят какие-то чудеса. Это говорит о том, что в общей популяции новообразований, даже в одном органе, существуют подгруппы, которые принципиально отличаются. Вот что дало нам изучение злокачественной клетки, раковой клетки на клеточном и субклеточном уровне. И мы научились дифференцировать, и до начала лечения во многих ситуациях мы научились определять подверженность данного конкретного заболевания, определять, во-первых, особенности клеточные, особенности именно данной подгруппы в данном органе, и определять более грамотно пути лечения у данного конкретного пациента, не используя вкупе всё, что существует в природе, как было в недалёком прошлом. Новая технология облучения опухоли тоже достаточно гуманна. Сначала медицинский физик и доктор-ардиолог с помощью МРТ создают 3D-модель поражённого участка. Потом эта модель служит своеобразным прицелом для линейного ускорителя. Это не защита, это ритуальная маска специально. У каждого своя. Под его лицо, под его объёмы, под его антропологию. Это элемент фиксации для того, чтобы, например, нам чётко попасть один раз. Человек укладывается, фиксируется лицо, фиксируется винтовыми вот этими, и человек уже лежит, уже не задумываясь, и мы не думаем о том, что мы ошиблись, включается аппарат и облучает тужон. Потому что вот сеансов на этом аппарате в среднем, ну, там, 20-25 где-то. Если мы стреляли, проще говоря, по опухоли раньше, из дробовика, накрывая огромное пространство вокруг опухоли, здоровых тканей, и из-за этого, имея серьёзнейшие осложнения и побочные эффекты, на сегодняшний момент мы можем стрелять из снайперской винтовки. Зону поражения только опухолевой тканью, абсолютно не затрагивая. За счёт этого мы можем увеличивать дозы лучевой терапии. Естественно, повышается эффективность её и гарантируется намного больше лучших результатов. В качестве самых ярких примеров, это, например, нехирургические способы лечения опухолей головного мозга, например, опухолей глаза, когда даже с помощью протонной терапии отработанные мировые технологии с сохранением самого глазного яблока даже оперировать не нужно, сохраняется зрение. Не всегда, конечно, нельзя делать вывод, что это касается всего 100% всех опухолей. Есть такие, когда, к сожалению, на сегодняшний день по-прежнему медицина бессильна. Медицина бессильна, когда за помощью обращается пациент с четвёртой стадией опухоли. А ещё она бессильна, когда больной отказывается от предлагаемого лечения по каким-то своим субъективным причинам. Его не убеждают ни доводы врачей, ни аргументы психологов. Как было 20 или 30 лет назад, так и есть 10% практически населения. Это люди, которые при озвучивании диагноза отказываются от какого-либо лечения. Подумайте над этой цифрой. Каждый десятый. 10% каждый десятый. Это люди, которым мы в большинстве случаев можем помочь и адекватно помочь. И это не люди с запущенными формами. Отказываются люди с начальными проявлениями. Годами эта опухоль развивается. Но с чем вот это связано, как вы думаете, как это можно объяснить? Если вы заболели, нужно опускать руки. Это абсолютно управляемая ситуация. И те возможности, которыми располагает онкология на сегодняшний день, они колоссальны. Если сравнить 25-летние, 30-летние давности, онкология с 1982 года – это небо и земля. И возможностей намного больше. И перспектив намного больше. И результаты намного лучше. Рак – это мутация клетки, от которой не застрахован никто. Самое эффективное средство борьбы – скрининг. Ежегодное обследование и выявление ранних стадий заболевания от так называемых групп риска. Доктор Петров убежден, что мы к этому придем. А пока? Пока его радует рост числа онкобольных, состоящих на учете в областном диспансере. Да-да, не удивляйтесь, это действительно хауший показатель. Так вот, в 2010 году в Новгородской области было 10 тысяч человек. Прошло 7 лет. Стало 16,5, почти 17. То есть люди после лечения живут. И живут длительно. И они прибавляются к леченным когда-то все больше, больше и больше. И если этот пул населения, лечившихся никогда, растет и растет, это очень неплохой показатель. Говорит, что да, все-таки эффективность растет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...